Итак, всем привет! И по многочисленным просьбам пользователей я сейчас даю видеоинструкцию клинка Ассасина. Еще раз могу, кто не видел, еще показать этот клинок. Вот он, можно за ниточку вытаскивать сам клинок. Можно вот так вот. Конструкция этого клинка не очень сложная. Но делать его примерно минут 40-50, и поэтому видеоинструкция тоже будет минут 40-50. Так что вы не ленитесь, посмотрите, потому что когда сделаете клинок, вам понравится, я вам гарантирую. Итак, для клинка Ассасина нам понадобится бумага. Желательно, вот у меня чертежная бумага. То есть она необычная бумага, ну формата А4 бумага. То есть чертежная бумага, она не совсем обычная, она потолще. И для клинка нам как раз подойдет такая бумага. Если у кого нет такой бумаги, можно либо склеить два листа бумаги обычной, либо взять картон. То есть смотрите, как у вас, что есть. Так, понадобится один лист. По крайней мере, я делаю из одного листа. Кому может из вас не хватит два листа. Но два листа это не больше, чем два листа. Понадобятся, естественно, ножницы. Понадобятся клей и скотч. У меня большой скотч, у кого-то может из вас есть маленький скотч. Разницы нет. Так, теперь мы берем начало бумага. А, забыл. Еще нам понадобится карандаш и линейка. Это карандаш и линейка. Линейка желательно 30 см. Ну, удобнее будет по 30 см работать. Так, для начала нам нужно выбрать ширину вот самого нашего лезвия. Вот нам нужно выбрать ширину. Ну, в общем, скажу так. Ширину вот этой штуки нам нужно выбрать. И ее длину. Вот я смотрю сюда. То есть стандартно. Длина. Длина у меня 22 см. А ширина у меня 3 см. То есть сейчас мы делаем сначала лезвие. Значит, мы отмечаем отсюда. 22 см. С другой стороны 22 см. Теперь соединяем с двух сторон линейки. Эти две двадцать два. Чтоб у нас получился ровный коленок. Так, и теперь кладем листачек вертикала. И снизу отмечаем ширину 3 см. Снутри и на этой линейке. Вот на этой тоже три. И так же соединяем. Так, вот у нас будет примерно такая длина и ширина нашего самого лезвия. От клинка. И теперь следующий шаг нашего лезвия. Вот у меня, видите лезвие? У него как бы, ну, оно острое. Ведь, как бы оно, ну, оно не острое, но, как бы оно застренное. Вот. Вот потому что все инфоны же острые, и у меня вот типа такой штучки. И как сделать вот это застренное? Нам нужно отмерить отсюда или отсюда, где у нас будет верх линка, где вам удобно. Нам нужно отмерить отверху один сантиметр. Вот так вот отверху нам нужно отмерить один сантиметр с этой стороны, и один сантиметр с этой стороны. Теперь соединяем. То есть у нас получилось вот по одному сантиметру один сантиметр от высоты мы отмерим. Дальше мы делаем, нам нужно лезвие острое, с острым концом. И теперь мы делаем на самом верху уже, вот не на этой линии, а на верхней. Мы отмеряем один с половиной. Ну, если вы брали три сантиметра ширины, то половина это будет один с половиной. Вот отмечаем. Вот у нас. Сейчас делаем полюрнее. Вот, видите, точка. Теперь от краев к точке вот так вот ведем. Вот такая фигня. Вот это вот нужно заштриховать. Сейчас покажу еще. Чтобы это как бы отрезать. Видите, да. И теперь нам нужно сделать правей или левей, кто слева делал, такую же копию, такой же, такой же, такой же, такой же клинок. То есть берем такую же ширину. Длина у меня отмечена. Поэтому уже хорошо. Вот, теперь отмеряем сантиметр. Соединяем. Ищем полтора. Соединяем. И лишнее, как я вам показал, заштриховое. У нас получилось как бы два лезвия. Это не два лезвия, а это у нас получилось одно лезвие. Только теперь мы лезвие. То есть, в общем, теперь мы лезвие. Сначала я вам предложу вырезать вот так вот. Сначала по самой верхней линии. Прямо вот здесь вот. Вот. И по этой линии. Вот. Вот одна линия. И вот эти вот, которые мы заштриховали, тоже их отрезать. Вот эту линию середину не вырежьте. Если вы ее разрежете, вам будет только сложнее дальше делать. Так что я вам показал. По этой линии. По этой линии. И треугольнички вырезаем. Берем ножницы. И это все вырезаем. И вот. Это пока что лишний отложен. У нас получается такая штука. И вырезаем три угольнички. Вот так. Вот так. Вот так вот. И вот так вот. В общем, у нас в конце должна получиться такая штука. После вырезки. Такая штука. Следующее наше действие. Видите, я в середине линии. Планетия нам согнут. Будем положить вверху по линии, чтобы правильнее получилось. Кто уверен, что она вверху получилась, может тебе вверх будет. Кто как. Вот такая. И сгибаем, то есть стекло. С помощью сгибаем ножницами прогладить уголки. Что? Не уголки, а вот. Сгиб ножницами прогладить. И вот получилась такая вот штука у нас. Я советую, где у нас нарисовано, лучше согнуть вот так вот, чтобы с этой стороны не было нарисовано. Тут отлично, а с этой стороны вот не будет отмечено. С этих сторон. Будет лучше смотреться. И теперь берем клей. И понятно, что здесь наносим клей. Можно с одной стороны наносить, наносить и склеить. Так, сейчас я буду наносить клей. Можно использовать подкладной лист какой-нибудь, ну, чтобы не спачкать стол-то. Как вам будет удобно. Так, промазываем клеем. Тут же, конечно, используется клей-карандаш, он удобный. И быстро засыхает. Вот, конечно, используйте клей ПВА. Хорошо проглаживаем. Можно покатать клей-карандаш, прижимая, чтобы лучше присохло. Можно вот так вот. И, короче, чтобы хорошо присохло перевернуть, чтобы она не проглубалась. Так, вот у нас получилось лезвие от нашего клинка ассасина. Мы его на время отложим. И займемся следующей частью. Это... Вот это вот... Что, куда прячется клинок. Вот это вот. Сейчас мы будем делать ее. Так, как мы ее делаем? То есть, по размеру вашего лезвия... Не по всем, конечно, размерам, но... Точно что-то по длине... Отмеряем копию такой же. Вот у меня даже осталась еще полоска. Потому что мне надо отмерять. Поднимем, а по ширине делаем на один сантиметр больше. На один сантиметр. Вот у нас ширина три. Значит, тут я делаю ширину четыре. Берем карандашик. И делаем ширину четыре. И как многие, наверное, из вас уже догадались, нам нужна... Вот мы сделали первую поставку и вторую... Как бы в зеркальном отражении, так же, как мы делали лезвие. То есть, снова же берем... Длину. И такую же ширину. Теперь мы можем это вырезать. Ну, вот как мы вырезали этот лезвие. Вот так же по этой линии и по этой линии. Только у нас здесь нет треугольничков. Ну, острия, как бы на лезвии. Значит. Вырезаем. Вот. После вырезаем у нас получается такая штука. Дальше. Сейчас, как бы, может, кому-то из вас будет непонятно, я постараюсь объяснить, как более доступным языком. Нам нужно сделать вот такие, как бы, боковушки, да? Боковые. Вот у нас тут. И боковые, вот они же тоже, ну, имеют определенный размер. Как мы их будем делать? То есть, они у меня, если смерть, вот эти боковые, они у меня вообще по полсантиметра. 5 миллиметра. Боковые. То есть, вы скажете, как нам сделать. У меня есть такой способ. Может, кто-то, у кого кто-то как-то по-другому знает. В общем, 3 сантиметра разделить на 2. 2 с половиной сантиметра. 2 с половиной сантиметра взрослые люди на лезвии так уж могут найти. И это возможно. Это вот. Вот у меня вот. Вот один. У меня 2 с половиной сантиметра. И найти не так сложно. Между вторым и третьим сантиметром есть расстояние. Где-то сердиночку его несложно будет найти. То есть, и теперь по эти 2 с половиной сантиметра отмеряем вот от этой средней полоски от каждой стороны. От одной стороны 2 с половиной. И от другой стороны 2 с половиной. Видите, как примерно? А общий размер вот этих двух точек у нас получается 1, 1, ой, 5 миллиметров. Вот сантиметр. И с другой стороны тоже отметим. Кстати, вот можно еще так, смотрите. То есть, вот 5, середина, когда от 0 до 5 миллиметров, середина это будет 3 миллиметра. То есть, 3 миллиметра можно поставить вот на эту линию. 3 миллиметра и отмерять по 0 и 5. Ну, можно делать, как я в первом раз делал. Может, так кому-то будет легче. И если вы не поняли, как я сейчас сделаю, посмотрите, перемотайте, посмотрите это видео еще раз, потому что это сложно. С первого раза, может, не у всех получится. Но, в общем, надо это сделать. Так, а теперь у нас с боков, и с собой боков есть такие боковые штучки. И значит, с другого боку. Но тут уже легче, и тут 5 миллиметров от этого края и от противоположного, от этого края, и от этого края 5 миллиметров. Это, мне кажется, уже точно несложно его отметить. Просто, конечно, у нас чуть-чуть другой вариант. Делаю я этой штуке, когда разрезается вот эти, разрезается здесь, и делается от этой стороны 5, но мне кажется, так будет сложнее, и я вам сделал это полегче. Он легче. Я вот свой первый камень, который я сейчас показал, я его делал именно вот таким способом. Это разрезал по полам, и там отмерял по 5 миллиметров. Ну, и вот, в общем, посмотрели, это 5 миллиметров везде сторон, и соединили. Вот так вот. И, оп. Вот. Получилось вот такая-то размяточка. Тут у меня чуть-чуть карандаш, я холодно ничего. Такая-то размяточка тут у нас. А, забыл, вот эти тоже соединяем по 2,5. Сейчас я чуть-чуть что-то закручил, забыл. Сейчас мы сделаем. И когда мы взяли, мы здесь отметки, со мной среднюю линию будем стереть, чтобы не путаться. Ну, я не буду стереть, но только время займёт. Мы будем стереть соединяю линию, чтобы не путаться. Если вы затереть среднюю линию, у вас останется посередине только 2, как бы, линии. И теперь по этим двум линиям по обоим надо согнуть. То есть к первой линии подставляем. Сгибаем. Прогибаем тоже ножницы, наверное. Кольцами от ножницы, нужно хорошо прогнуть. И другую от прогибаем линии. С обоих линий от середины, конечно, мы не прогибаем. Когда вы это сделаете, то есть надо, вот, еще раз с этой линией, с этой линией прогнуть, чтобы... Когда вы это сделаете, у вас, как бы, если вот просто спокойно согнуть, у вас должно, если хорошо понимаю, у вас должно получиться бок. Вот бок, вот этот вот бок, видите? У меня получился бок. И вот у нас еще вот эти вот две линии. По ним мы тоже сгибаем. По ним будет сложнее согнуть, потому что они маленькие, да? Все же согнуть надо. Вот, тоже ножницы он прогладить, чтобы было рог по-равнее, да и поточнее. Открываем. И с этой стороны так же прогибаем. Можно сложнее, кто-то может без ножницы, но лучше сложнее. Как бы у нас сделать, чтобы они вот так вот смотрели в небо. И я с теми будем согнуть, эти как бы у нас, скажете, много, мы будем как бы накладывать одну на другую, так вот склеивать. Вот так вот. Видите, вот? Одну на другую наложили. Только не склеивайте пока. И у нас вообще вот получилась уже подставка. Такая вот такая вот. Так. Теперь нам нужно сюда вставить наше лезвие. Вставить наше лезвие. То есть мы раскрываем, берем лезвие. Видите, вот у меня так лезвие согнулось. Я вам чуть-чуть немного стою напомню, чтобы оно все-таки было прямое. Кажется, что это прямое не получится, все-таки бумага, но такое уж получилось. Так. Вот если теперь померить, у нас оно полностью будет заходить в нашу подставку. То есть вот оно будет выниматься и заходить обратно. Так. Теперь у нас задача стоит такая. Видите, когда я вытаскиваю свой клинок, он у меня не вынимается полностью. Он у меня остается там, половина клинка остается в этой коробке. Ну, чтобы он не вылетал. Чтобы получалось бы он так вылым и вылетал бы из этой штуки. Было бы некрасиво. И обратно он у меня вот тут не выходит. То есть не до конца вынимается и тут не вываливается. Нам нужно сделать с вами то же самое. Как мы это будем делать? Это мы будем делать так. Вот нужно отмерить, сколько вы хотите, чтобы ваш клинок вынимался из поставки. Вот допустим, вот я хочу, чтобы он... Ну, вот мы можем примерно половину взять. Чтобы вот настолько хочу, чтобы он вынимался. до сюда больше не украл. А забыл вам сказать, что нам потребуется нитка. Ну, там немного нитки. Нитка у всех есть. Это уж точно. Вот. Я хочу, чтобы настолько у нас. То есть у нас вот это вот. Ну, вот этот от лезвия. Конец. Мы должны сделать нитку. Теперь мы должны сделать так, чтобы у нас вынимался только до сюда больше не украл. Как мы это делаем. То есть мы сначала на кончик давайте вот так сначала сделаем вымите и на кончик, но не на большое расстояние тут переклейте скотчем нитку. Скотч-то много не надо вас. Столько мне хватит. Переклеем этот полоску. Ну, не полоску, а нитку. Хорошо приклеить, чтобы не отвалилось. Вот, у нас получилось вот так вот. Теперь она не отваливается. Дальше. Мы теперь делаем насколько мы хотим, чтобы он выдвигался. Вот я хочу настолько. Вот я хочу, допустим, настолько. Теперь мне нужно обрезать. Вот тут у меня лишняя нитка осталась, видите? Я ее обрежу. И, как вы, наверное, уже многие догадались, чуть-чуть открою вот это. сюда кончику эту нитку тоже приклеиваем, когда клинок нас высунут. Мы эту нитку тоже берем в новый скотч. И приклеиваем сюда скотчем нитку. тоже посильнее приклеить, чтобы не отвалилось. Вот. Теперь вы можете посмотреть. Я вам сейчас покажу. Вот у нас так получилось. То есть, нитка, когда натянута, он высунут. Когда он задвигается, нитка просто вот так захотит, и он будет надвигаться. То есть, мы вот так вот его вытаскиваем, и он все. Вот только до сюда, и дальше никуда. Но когда мы задвигаем, до сих пор он оп у нас, и вот сюда провалился. Это у нас задача пока что будущего. Ближайшему. Следующий шаг в нашей работе. Вот у нас вот так вот. Следующий шаг нам нужно закрыть вот эту вот закрывашку. И многие у вас знают, как это делается. И в принципе, это на самом деле несложно. Сделать возможно то есть всем. Вот смотрите, мы вот так вот на одну вот эту на боковушку надеваем, вот эту боковушку как бы на нее накладываем. Сначала склеиваем одну часть, вот допустим вот сюда клеим на шоп, и значит я ее подняю так-хоп, и спрятал, и прогладить. Давайте сейчас я с вами сделаю берем клеем, одну из сторон, и хорошо, можно с той стороны, можно с этой стороны, кому как, короче. Любую из сторон нужно хорошо промазать клеем. Хорошо промазать, это не что промазать, это прям промазать хорошо. Это просто будет разваливаться. И значит вот так вот приклеиваем. И теперь еще я подержу, чтобы у меня хорошо приклеилось. Ну, так проглаживать временами. вот так вот хорошо нужно прогладить. В принципе, вот у меня все просохло, вот все получился у нас подставка. И клинок у нас теперь если посильнее дернуть, он вываливается. Но у нас он вот здесь вываливается. В конце это у нас все. Если посильнее дернуть, вот он вываливается. Вы видите, он здесь. Так, следующая у нас часть работы. то есть нам нужно нитку, которая у нас вот здесь. Вот у меня в принципе это немного. Я не знаю, как делать. То есть мы не моем. Ну, давайте проделаем. Берем скотч. скотч, немного надо взять. Сейчас только вот скотчем скотч. то есть почти на самый край эту нитку просто и легко приклеиваем. Получше проклеиться просто. И все. И все. Наш клинок почти готов. Но теперь видите, вот у нас ванная веревочка вот она носит. Кто-то может взять веревку длиннее. У меня такая ну ниточка у меня достаточно. так вот опа и вытаскивается. И там внутри ниточки привязали, приклеили, на стиле он все, дальше никуда. Так, следующее. Нас вот здесь отрывается когда мы если вот допустим ой, сейчас вот вот я вот вилл клинок и задвинул и у меня вот тут вывалилось. Как нам этого избежать? нужно поможет скотч. В принципе можно взять даже вот такой кусочек. Надо чуть-чуть просто заклеить. Посмотрите как мы делаем. То есть берем эту уборку на нее как бы только надо чтобы нитку сперет лучше и на это время клинок уйдинец. Вот видите вот у меня вот винутый лезвие. Так, и теперь сюда просто ненамного ложечку и вот так прогладить. И все, эта проблема решена. Вот видите у меня все. И когда опускаю все, у меня ничего не уваливается. А если я буду сильно опускать, у меня даже чуть-чуть приклеиваться к этому скотчу и вот так то есть просто у нас вылетать он не будет вниз. Только либо с ниткой либо подденгиванием. Так. Ну, в принципе это все то, что связано с моим клинком. И мне кажется, достаточно подобно все объясню. если кто что не понял, то пишите под видео в комментах что вы именно не поняли. Я постараюсь исправить ошибку и это место я могу переснимать где вы не поняли. Это место я переснимаю если мне подробно напишите. А кто понял и кому понравилось прошу оставлять комментарии о хорошей выполненной работе моей под видео. Ну что ж всем спасибо. за просмотр за то что не полетелись посмотреть такое долгое видео. Всем спасибо. Всем пока.